всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня мы вернемся как я обещал в прошлом видео к теме google optimize и поговорим уже более подробно о визуальном редакторе тем более что кроме собственно создания вариантов страниц в нем есть еще одна весьма полезная фича а именно оптимизация сайта под разные мобильные устройства я уже не буду рассказывать как создать второй вариант страницы для чего вообще нужен google optimize я рассказывал об этом в прошлом видео ссылка есть в описании а расскажу более подробно о работе визуальном редакторе о том как адаптировать страницу под разные мобильные устройства и так интерфейс визуального редактора предельно прост все-таки это не конструктор сайта а инструмент для сплит тестирования но все основное тут есть вот тут наверху показаны все вложенные элементы по дороге к тому элементу который вы выделите левой кнопкой мыши то есть видите сколько дивов тут на пути к ссылке на название сайта если вы выделите конечный элемент то есть текст то его можно поменять нажав правую кнопку мыши и выбрав поменять текст это уже относится к созданию вариантов страницы то есть собственно сплит тестированию кроме того можно подредактировать html код нажав изменить html на исходном коде сайт это никак не скажется это тоже делается для создания вариантов причем чем более высокий блок вы выбираете по отношению к вложенному тем больший объем html кода вы сможете редактировать вот див на два уровня выше а вот уже непосредственно название сайта одна строчка кода но наверное трогать html особо не стоит все-таки сплит тестирование это не глобальное изменение сайта скорее косметический но вот эта штука точно нужна учитывая что трафик с мобильных устройств сравнялся то и превосходит в определенных возрастных категориях трафик с десктопных компьютеров здесь вы можете посмотреть как выглядит ваш сайт на разных мобильных устройствах тут собраны основные мобильные устройства ну по мнению google по крайней мере и у вас есть возможность протестировать ваш сайт на каждом причем фичи это полезно не только для собственно создания обе и так далее вариантов а и просто для тестирования сайта мой например явно не является сайтом это просто один из шаблонов в который я закинул пару фоток и google optimize показал мне как сильно он разъезжается на разных разрешениях экрана причем кроме предустановленных тут есть возможность задать собственное разрешение и уже самому решать какие устройства популярны а какие нет и адаптировать сайт под них вообще основной инструмент для работы в визуальном редакторе google optimize вот этот виджет тут собраны все основные настройки по элементам какие-то глобальные изменения тут осуществлять нельзя редактор под это не заточен сайт начинает разъезжаться на разных разрешениях еще больше но какую-то косметику можно навести причем скорее я бы советовал сначала посмотреть сайт и исправить его на уровне кода потому что тут например все явно кривое и некрасивое создавать варианты тут бесполезно нужно сначала привести сайт в порядок а потом уже искать оптимальный дизайн незначительно меняя элементы но если говорить про потом то как я уже сказал за создание вариантов тут отвечает вот этот виджет настройки его предельно понятны вот текст гарнитура размер причем если значение не хватает можно вбивать свои вот цвет межстрочный интервал сейчас какой-нибудь абзац я выберу а вот что происходит ну и так далее я просто советую вам поиграться настройками один раз пробежавшись по всем вы поймете что за что отвечает вариант потом можно откатить назад или просто удалить это не страшно пока вы не запустите эксперимент этого никто не увидит а вот уже готовый вариант сделаны набило вы можете посмотреть на разных устройствах и собственно запускать эксперимент все-таки google он конечно и есть google он задает моду остальные подхватывают вот об остальных то есть а яндекс его метрики карте кликов и так далее мы поговорим я надеюсь в следующем видео все любите друг друга и google но немножечко яндекс да и вообще смотрите хорошие фильмы слушайте хорошую музыку подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий